В Кашхатау строится мемориал погибшим в годы Великой Отечественной. Сражение в окрестностях села было одним из самых крупных и трагичных на земле Кабардино-Балкарии. Долгие годы жители Черекского района ждали строительства этого памятника. Тему продолжит наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. 1942 год. Окрестности небольшого села Гирпигеш. Девятичасовой ожесточенный бой. Больше трехсот погибших и солдат, офицеров 875 полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. Таков итог одного из самых крупных и трагичных сражений Великой Отечественной на территории Кабардино-Балкарии. Тела убитых местные жители собирали в течение трех дней. Они не без вести пропали. Они не из тех, кто не вернулся в расположение части. Они все были оставлены на поле боя, которых после того, как отступили наши части, получив у немецкого командования разрешение, наши старики, женщины и дети предали их земле. Похоронили павших в братской могиле на берегу реки Чирек. А Кашхатау на три месяца попал в немецкую оккупацию, рассказывает Виктор Уянаев. Сведения о тех, кто нашел здесь свой последний приют, он по крупицам начал собирать больше 30 лет назад. В Центральном архиве Минобороны удалось установить фамилии 234-х воинов. Обелиск в память о тех кровавых событиях появился здесь в начале 80-х. Со временем земля в месте захоронения стала осыпаться. Останки перенесли, а возведение более масштабного памятника началось в 2014 году. Стеллу уже построили, осталось ее облицевать. Сейчас идет укладка тротуарной плитки. Мы хотим здесь сделать парк, парк отдыха, чтобы люди могли прийти с детьми, деревья посадить, тротуарные, плиточки постелить плиткой и там всякие скамейки. Хотим вот эту зону всю сделать, зону отдыха, чтобы люди, когда с детьми приходили бы на это место, чтобы и дети видели, что это и в целях патриотического воспитания. Автором мемориала стал председатель Союза архитекторов Кабардино-Балкарии Юрий Лагаватовский. Торжественное открытие намечено на 9 мая.